У меня видно, поставьте, пожалуйста, десяточки. Спасибо большое. Да, спасибо. Я приветствую здесь всех. Я благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы здесь находитесь. Вы меня не знаете, но тем не менее здесь остались. Я постараюсь вам сегодня помочь. Я так понимаю, вас эта тема интересует. Вообще, конечно, деньги это, как некоторые психологи говорят, биовыживательные бумажки. Но согласитесь, пожалуйста, с тем, что на самом деле деньги позволяют нам иметь то, что мы хотим. И представьте себе наметку, если нет денег. Мир еще на самом деле не придумал такого, так, у меня тут немножечко, сейчас, секундочку, ага, взамен ничего. Поэтому мы, деньги для нас, для всех, без исключения, даже для самых очень богатых, поверьте мне. Деньги это сегодня один из насущих проблем. Давайте познакомимся. Меня зовут Вита Казакова. Вообще, почему я говорю о деньгах? Потому что у меня экономическое образование. Я уже работаю бухгалтером много лет. Сейчас я учусь на психолога, и на самом деле я уже практикую на сегодняшний момент. Ну, я люблю путешествовать, здесь я со своей дочкой. Я люблю отдыхать, я люблю и работать на самом деле. На работе я работаю только с деньгами, с прохождением денег, мало-бы-среднем бизнесе. На деньгах я на самом деле знаю очень много. И я думаю, что я имею право на то, чтобы вам немножко рассказать, почему же все-таки у нас нет денег. Человек рождается, ну, как бы с нуля, да? Перед ним открывается очень большая дорога жизни, вашей жизни. И вот то, что вы идете по этой жизни в своей колее, то, что вам, допустим, предначертано вашей судьбой, Богом, вы идете по этой колее, и на самом деле, как бы вы ни старались, возможно, невозможно с ней ее свернуть. Потому что, возможно, рядом кто-то более сытнее ест, лучше спит, дворцы и так далее, но вы не можете свернуть. Вот эти непреодолимые препятствия, которые вас отделяют от богатой жизни, на самом деле называются убеждения, ложные убеждения. Возможно. Если до сих пор в вашей жизни нет денег, значит, ваше убеждение вами рулят. И вот эти убеждения, когда человек рождается, а значимых людей передаются им определенные, как бы, ну, постулаты этой жизни. Они составляют карту вашей реальности. И то, что вам кажется на самом деле, ну, правильным, это ваши карты, да, они собирают и вашу реальность. Собственно говоря, ничем не отличается от вас. Я как бы жила и делала в свое время карьеру. Я от рядового бухгалтера закончила институт. От рядового бухгалтера стала главным бухгалтером. И, собственно говоря, я бы перед вами здесь и не выступала, не пыталась что-то рассказать, если бы со мной не произошло, ну, достаточно большое, как бы, горе, или я не знаю, как это сказать. В общем, у меня ушел любимый мужчина, наша семья развалилась. Мы крошили 20 лет. Вот. И, ну, кто знает немножко о разводе, это как маленькая смерть, на самом деле. И тогда я прошла все. Всех психологов. И однажды я попала к шаману. Вот именно шаман меня немножко вытащил из этой ситуации. Он мне учил заново жить. Знаете, как вот, когда ребенок начинает ходить, вот так же он меня начинал, он меня учил жить и говорил, вот, ну, к сожалению, это случилось после 40 лет моей жизни, кстати. Вот. Я по-другому, жизнь моя переворачивалась, и я начинала по-другому смотреть на этот мир, что вокруг меня происходит. И вот тогда он мне сказал, что, Вита, ты знаешь одну важную, на самом деле, мысль в этой жизни. Я говорю, ну, я вас пишу, какую? Деньги движутся в одном направлении. Деньги движутся обычно от мужчины к женщине, и женщина должна научиться принимать деньги в этой жизни. Она должна научиться любить себя, и этой любовью она его, своего мужчину, как раз, ну, вдохновляет на подвиги, на достижения, и мужчина начинает продвигаться, и приносить в дом какие-то вот куски мамонта, условно говоря. Скажите, пожалуйста, вот кто сегодня на самом деле так живет? Кому сегодня есть женщины, вот женщины спрашивают, приходят деньги через мужчину? Напишите, пожалуйста, мне вот тут вот десяточки, чтобы я понимала, что есть такие женщины, которые вот понимают вот это вот течение денег в жизни. Так, Наталья, спасибо. Кто еще, милые женщины? Вот кто на сегодня, давайте так, кто на сегодня вынуждены, женщины, ну, давайте мужчин тут даже, самостоятельно зарабатывать и рассчитывать только на свои силы, ставим пятерку. А десятку ставим те женщины, которым уже приходят деньги через мужчину. Или не приходят, вернее, деньги. Так, ага, так, отлично. Так, ага, Анжелика, спасибо, Татьяна, спасибо, Людмила, спасибо. То есть у нас получается и так, и так. Но в любом смысле, в любом случае, нужно учиться, как бы деньгами, увеличивать поток денег в своей жизни. Вот, пожалуйста. Так, вот у меня тут следующая картинка. Ага, но не мужа, а его сына. Хорошо, отлично. Так, значит, ребёнок рождается, и у него, вот, когда он только рождается, он очень любит этот мир. Он приходит в этот мир, он всем улыбается. Вот кто наблюдал младенцев, поставьте, пожалуйста, единечку. Когда они, в принципе, рады всем. Они улыбаются этому миру. И вот, как мы, взрослые, влияем на ребёнка, что мы в этот, вот, от нуля до полутора лет говорим ребёнку, а детская психика очень пластична, очень пластична. Она впитывает в себя каждое слово, поверьте мне, каждое слово. Вот. Так потом ребёнок и живёт. Понимаете? Ему кажется, что это правильно, у неё картина мира правильно сложилась. Но вот мама нельзя честь сказала, что деньги – это зло. И ребёнок живёт по вот этому убеждению, которое перешло от мамы. Деньги – это зло. Папа сказал, что там начальник дурак. И поэтому у меня ничего не получается. Ребёнок этому верит, как чистой правде. Понимаете? И он говорит, начальники – дураки, поэтому с ними невозможно ладить. И поэтому он подбирает свои жизни начальников дураков, и не может потом в жизни каким-то образом определиться. Я хочу сказать, рассказать вам опыт. Недавно я работала с мальчиком. Правда, это немножко не денежный вариант, но всё же. Значит, мы погрузились в его жизнь. Но у него было убеждение, говорит, у меня в жизни ничего не получается. Погрузились, и он вспомнил себя в 4 месяца, но это специальные техники, соответственно. Когда мама… Возможно, она пришла такая с работы. Возможно, в этот момент у неё как бы… Ну, бывает у нас у людей такие моменты, когда нам всё плохое настроение, негатив. И она в этот момент в сердцах сказала, что ничего не делай, всё равно ничего не получится. Понимаете? И вот мы с ним стоим. Он у меня в трансе, этот молодой человек, ему 22 года. Перед нами визуально, конечно, мы представляем, что лежит этот ребенок, 4 месяца его. И мама ей говорит, ничего не делай, потому что у тебя ничего не получится. И он, когда это увидел, ну, как бы вспомнил то, что с ним произошло, на самом деле наша память хранит всё. Поймите, пожалуйста, всё наше память хранит. Это просто уходит на какие-то задворки нашей памяти, на наше бессознательное. Он говорит, я понял, почему ничего не получается. Мне пришлось, при помощи специальных техники, переписывать его жизнь, чтобы сейчас у него в этой жизни, ну, наконец пришла к нему удача. Наконец, то, что он делает, в этой жизни у него началось получаться. Понимаете? То есть, вот эти все наши мысли, которые мы на самом деле думаем, и от них отмахиваемся, они важны. Они нами рулят. Как это происходит на самом деле? Вот эти родительские программы, которые у нас закладываются с детства, они уходят на наше бессознательное. Об этом говорит шаман, с которым я, кстати, раз год прохожу очистку. Об этом говорят и психологи, потому что я пошла учиться на психолога, чтобы наконец понять этот мир, почему так всё в этой жизни происходит. И эти программы уходят на наше бессознательное. Бессознательное – это наше действие, это наши инстинкты, если хотите. И это то, что срабатывает вне зависимости от нашей воли. Ну, к примеру, я хочу привести пример. Я вот когда поняла, чем отличаются сознательное и бессознательное, когда я как-то каталась на велосипеде и заехала... Была открыта калитка, ну, двери были открыты, и я заехала на одну территорию, там какая-то заброшенная база, и там на велосипеде было. На меня выскочили несколько собак, понимаете? Вот. Эти собаки подскочили ко мне, и начали меня облаивать, ну, чужак обычно, из этих собак они охраняли. В этот момент я сознательно понимаю и думаю, значит, у меня как бы раздвоение такое пошло. Значит, сознательное мне говорит, слушай, я же ничего этим собакам не сделаю, ну, ты покатайся и уеду. А бессознательное говорит, не-не-не, поехали отсюда быстрее. Поехали отсюда быстрее, пошел адреналин, эти собаки на меня выскочили, вот такие вот огромные морды, вот эти вот пасти, у меня клацают под ногами, пошел адреналит, я так в жизни никогда не ездила, на самом деле. И вот такое ощущение, что бессознательно меня вытаскивало оттуда, то есть оно само рулило, и я понимала, что инстинкт самосохранения в этот момент сработал, и я, ну, выскочила, убежала, ну, уехала от собак, успела. Но вот это вот понимание, конечно, было страшно, не было такое недоумение, вот это вот раздвоение личности и такое, а что же это на самом деле было со мной? А на самом деле, в тот момент, когда вас надо спасать, хоть вы не понимаете, что вас надо спасать, получается бессознательное, оно начинает нас спасать в данный момент. Как это происходит, я не знаю. Не могу сказать на уровне сознания, но когда я ухожу, опуская свое сердце, свое бессознательное, я понимаю, что бессознательное каким-то образом связано с нашим высшим Я. Через бессознательное, при помощи визуализации, при помощи медитации, мы выходим на свое высшее Я, мы выходим на связь с Божественным, которое у нас есть, и которое нам приходит некоторое осознавание, что мы в этой жизни неправильно делаем на самом деле. Ну вот. Кто вот это понимает и кто уже ощутил, поставьте, пожалуйста, десяточки, чтобы я поняла, что я понятно, во всяком случае, рассказываю, рассказываю, что такое бессознательное. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Спасибо, Анжелика. Татьяна, спасибо большое. Кто уже понимает, кто работает на уровне бессознательного? Так, еще кто? У нас тут 18 человек. Ага, спасибо, девочки, большое. Я вас благодарю за то, что вы, кстати, здесь. Я так понимаю, здесь пришли те люди, которые на самом деле хотят изменить свою жизнь, развиваются, и хотят ее привести в более лучшем состоянии, поэтому они здесь. Ну, а сейчас я бы хотела вам предложить тест. Ну, для теста, пока тест мы не начали, так сказать, я еще немножечко расскажу, чуть-чуть совершенно. Значит, итак, мы остановились с вами на том, что бессознательное нами рулит. Ну, так создал нас Бог, понимаете? Иногда у нас ум входит в такие, ну, в дебри, мы можем себе такого надумать вообще на самом деле. Он у нас ведет. Ну, это хорошо. Вообще наш мозг делится на правую и левую половину. И считается, что левая часть, она более логическая, а правая часть, она более такая у нас, ну, творческая. И человек идеальным, ну, как бы совершенным считается, кто совместил себе логическое и творческое. Вот, все вместе. И он иногда переходит на логическую часть, когда это нужно, допустим, что-то посчитать. Ну, я как бухгалтер вам говорю, там, какие-то документы заполнить. Все равно мы живем в реальной жизни. Ну, или когда нам нужно понять смысл нашей жизни, или когда нам нужно прочитать урок нашей жизни, мы переходим на творческую, на правую часть нашего мозга. И он также нами рулит. И вот это вот переход, на самом деле, умение переходить на правую часть очень важно для нас. Иногда левая половинка нашего мозга блокирует то, что может с нами происходить, и то, что нам может с нами действовать, вот эта наша творческая часть, наша правая половинка. Очень сильно блокирует. И задачи, кстати, и в том числе и психолога, и в том числе и людей, которые занимаются развитием, в том числе и шамана. Шаману, вот, при помощи молитвы меня вводил в это состояние, в это состояние, когда мы вводили медитацию, да, чтобы можно было со мной работать, убирать какие-то вещи. Вот, психолог при помощи всяких техник вводит в это состояние, вот, чтобы как бы грамотный психолог, скажем так, или психотерапевт, вообще нормально работать на уровне бессознательного. Вот именно бессознательно, понимаете, вот мы думаем, как вообще происходит в нашей жизни, скажем так, ну какие-то действия. Вот мы столкнулись с какой-то ситуацией, ну, допустим, надо что-то купить, какую-то важную для себя покупку. Конечно, мы видим, ну, понятно, что если, допустим, дорогая модель какого-то телевизора, грубо говоря, она может быть лучше, но денег не хватает. И тогда что получается? Бессознательно говорит, нет, денег не хватает, если ты сейчас потратишь все эти деньги, то мне не на что будет жить. Мы в этот момент, ну, это происходит в доле каких-то секунды, очень быстро. Бессознательно вообще действует гораздо быстрее, чем сознательная наша часть. Потом сознательно, значит, получила сигналы бессознательно, начинает оправдывать, если нет, я не куплю этот телевизор, потому что, ну, сейчас мне денег нет. А может, можно было бы там, грубо говоря, может это и правда, а может это телевизор, можно было бы. Ну, то есть, вот здесь уже, конечно, выбор получается за вами. Как бессознательное вам позволяет принимать дорогие вещи. Если вам в детстве говорили о том, что нет, дорогие вещи, это не для нас и так далее, то, естественно, до сих пор вами эти ваши ложные убеждения и рулят. Давайте, дорогие мои девочки и мужчины, давайте вспомним, я бы хотела узнать, поставьте, пожалуйста, те единички, кому всегда в детстве отмечали день рождения. Вот кому всегда в детстве отмечали день рождения. Так, единички и плюсики, пожалуйста, ага. Так, спасибо. Счастливые дети. Так. А кому не отмечали день рождения в детстве? Или не всегда отмечали? Поставьте, пожалуйста, двоечки. Так, нет, ага. Кому еще не отмечали? Так, 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 ага. Вот, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, мне девочки, что вам в этот момент говорили ваши родители? Один раз в 18 лет. Что в этот момент, почему они вам отказывали? Вот вспомните, пожалуйста, что в этот, я почему это спрашиваю, почему как бы это такой небольшой тест? Для ребенка очень важно, чтобы ему отметили день рождения, чтобы к нему пришли дети, был торт, подарки, шарики и все остальное. Вот. В этот момент родители нам отказывают. Да, отсутствие денег. Так, 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 ага. Что еще вам родители говорили, когда вам отказывали отмечать ваши день рождения? Очень простой вопрос. не помню. Так, отсутствие деньги. Скорее вопрос был в деньгах. Ага. А вот я сейчас обращаюсь к тем девочкам, которые написали, что не отмечали день рождения. Скажите, пожалуйста, помню, один случай, не обращали внимание, помню, один случай в детстве. Хорошо. Вот вы сейчас, что касается денег или что касается материального благополучия, о чем сейчас мечтаете? Напишите мне сюда, пожалуйста, о чем вы сейчас мечтаете? Я хочу сказать, что это очень важно. Понимаете, о чем вы мечтаете? Нет времени, было старшей большой семье. Ольга Володина, напишите, пожалуйста, вот сейчас вы о чем мечтаете? Что вы хотите, чтобы у вас сбылось какой-то вот такая мечта, что касается денег или материального благополучия? Есть ли у вас такая мечта? Уметь дом, где много комнат и моя личная рабочая. Так, спасибо, Антонина. Ага. Ага. Еще. Чтобы хватало на жизнь, помощь, блески. Анна, напишите, пожалуйста, что такое хватало, чтобы хватало на жизнь. Иметь свое ее жилье. Что значит хватало на жизнь? Поймите, пожалуйста, что я хотела сказать о том, что бессознательно не понимает, что значит хватает на жизнь. Оно понимает количество. Вот мне нужно на жизнь 50 тысяч. Понимаете? Я это точно говорю, потому что так, ресторан хочу варить, торты делать. Отлично. Мой, Головина, хорошая мечта. Так, хорошо. Итак, мы приступили к нашему тесту. Я вам обещаю, кто сегодня сделает вот этот вот тест, получит большое осознавание в этой жизни. Расширение жилья со своей личной полоси. Комнатель. Так, Итак, девочки, милые и мальчики, кто тут остались? Я тут вижу, девочки у меня, да, остались. Итак, напишите, пожалуйста, что вы хотите, что вы сегодня имеете и хотите иметь. Возьмите, пожалуйста, ручку и карандаш. Я подожду пять минут. И напишите, что вы хотите иметь, что вы имеете и хотите иметь. Ну, вот, ага, иметь 50 тысяч в месяц. Было бы хорошо, отлично. Так, хорошо. Так, имею. Ну, а что на сегодняшний момент вы уже имеете? Похвастайтесь сюда, пожалуйста, напишите, что вы уже имеете на сегодняшний момент. так, я жду. Что у вас сегодня такого есть, что вот, ну, вот, что приходит нов? Жуму в однокомнатной квартире, да. Ага. Вот, Татьяна. 23 тысячи, так. Спасибо. Кто еще, что напишет? Вот, я имею и хочу иметь. Угу. 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 Ага. Так, хорошо. Ну, я думаю, остальные тоже работают, пишут, что вы имеете и хотите иметь. Ага. Руки жилье стремления. Спасибо, Ольга. Семья, дети, доход 9 тысяч, хочу дом, доход около 500. Это что такое 500? 500 тысяч? Или что это дом? 500. Ага, Антонина. Напишите, пожалуйста, тысяч. Угу. Так, хорошо. Дальше. Пишем дальше. Имею, но не хочу иметь то, чем я к несчастью обладаю. Но здесь мы, кстати, можем написать, что у нас какой доход. Свое жилье и доход 500 тысяч рублей. Ага. Так. Ага. Это вы имеете или имеете, но не хотите иметь. Сейчас мы переходим к следующей, значит, у нас части теста. Имею, но не хочу иметь. То, чем я к несчастью от своей жильей и доход. Так. 500 тысяч рублей хочу иметь. Хорошо, Анжелика. А теперь напишите Анжелике, пожалуйста, что вы на сегодняшний момент имеете, но не хотите иметь. Ну, допустим, маленький доход. Ну, там, какой-то определенный, имеете там что-то еще. люди очень разные пишут на самом деле. Вот я вот это имею, я не хочу иметь. Ну, кстати, может быть, не только доход, но что-то еще, какие-то ощущения, к примеру. Что на сегодняшний момент имеете, но не хотите иметь? точеки они, к счастью, обладали. Такой сложный вопрос. Он всегда людей ставит в тупик. Такой не хочу жить только на пенсию. То есть Татьяна имеет пенсию и хочет обладать долгами, не хочу их иметь. Спасибо, Анжелик. Так, что еще? имею семью, которая все ругает, а не понимает друг друга. Хорошо, Антонина. И не хочу их иметь. Ага, влажная долгами, не хочу их иметь. Хорошо. Лишний килограмм иметь не хочу, да. Лишний килограмм, да, они, конечно, на время, но сейчас немножко от деньгам и материальным благополучия. Так, спасибо большое. Так, а сейчас напишите не имею, но хочу иметь. Ну, кстати, мы уже с вами безденежно прибегающего, любовника, зависть, зависимость от денег. Ага, ага, понятно. Так, а теперь напишите, пожалуйста, не имею, но хочу иметь. Ну, мы уже немножечко тут разбирались, совсем чуть-чуть. Так, допустим, писала она, кто? Так, написала Антонина. Антонина. Имеет дом, где много комнат и моя личная рабочая. Очень хорошая желание, да? Не имеет, но хочет иметь. Анна, чтобы хватало на жизнь и помощь близким. Хорошо. Так, Анжелика, иметь свое жилье. Так, Ольга Володина, ресторан, хочу варить, торт и делать. Да, хорошо. Ага. А Наталья пишет, чтобы хватало на все, еще оставалось. Так, ага. Вот, девочки, давайте поработаем немножко, прямо сейчас. Ну, сознательно, его нужно убеждать. Понимаете, есть такое, какое-то, как сказать, ну, какое-то волшебство в том, что, когда мы убеждаем сознательное в том, что нам действительно это надо, оно начинает собирать такую ситуацию без нас. Какие-то такие волшебные вещи с нами начинают происходить и вот то, что мы хотим иметь, оно начинает воплощаться в нашей жизни. Вот, что бы я хотела сказать. Вот Антонина пишет, чтобы хватало на жизнь и на помощь близким. Вот Антонина, подумайте, ой, извините, Анна, вот подумайте, пожалуйста, вот сейчас напишите, сколько вам нужно денег, чтобы хватало на жизнь, на вашу жизнь. Бессознательно, поверьте мне, будет охранять только вас. Вот только вас. Ну, и чтобы потом еще оставалось сколько близким. Вот в цифрах, пожалуйста, напишите. Так, дальше. Наталья Ка написала, что бы хватало на все и еще оставалось. Наталья, напишите, пожалуйста, что, сколько это нужно денег, цифрах, что бы хватало вам на все и еще оставалось. Так, расширение жилья со своей личной комнатой. Вот Татьяна Маликова, напишите, пожалуйста, какая это должна быть комната, какое это должно быть жилье. Угу. Так, я вам даю несколько минут. Пишем, ага. Около миллиона. Так, Антонина написала. Антонина Тарасова или ежемесячно? Так, Татьяна Маликова, коммунная квартира. Ежемесячно не менее 20, 200 тысяч рублей. Так. Анджелика Ковалева, свое жилье я не имею, но очень хочу ездить. Антонина, дом с кучей комнат. Хочу. Так, Так, ага. Все, это уже более так реально. Понимаете, ваша мечта должна стать целью. А цель вы должны убедить бессознательно, что это реально вам нужно для вашего какого-то определенного состояния. Ваше состояние, конечно, в итоге должно быть кайфовым. Понимаете? Я про квартиры хочу рассказать о себе. Почему я как бы немножко как бы это знаю. В 2005 году мы переехали с севера в Красноярск и у нас хватило денег только на несколько комнат в квартире. А семья была большая, нас было четверо, плюс еще собака. И, конечно, нам не хватало двух компаний. Дети были разнополые, да, ага, это самое. Я достаточно мысль, у меня ушло на это 8 месяцев. Притянула свою жизнь в комнатную квартиру. Знаете, как я мечтала в этот момент? я себе представила, что вот там вот я видела этот район, в котором я буду жить. Я видела примерно дом, в котором я буду жить, понимаете? Я мысленно там расставляла мебель. Я там, понимаете, не я вот в этой квартире находилась, а я видела, как себя со стороны, как я там живу, как мне там кайфово, как я там спокойно, как мне там защищенной. Для бессознательного это очень важно. Я вас уверяю, через 8 месяцев случилась вот такая отдельная квартира. Потом я хочу сказать, что как раз это был 2005 год, ипотека только начала, приняли буквально вот ее приняли в марте месяце, и мы пысенька побежали, поменяли двухкопна на трехкопна, то есть взяли часть ипотеки, тогда из-за ипотеку платило всего 4500. И на 2005 году это казалось очень безумные деньги на самом деле. Так, Анна пишет, на мою жизнь 40 тысяч, на близких 1025 месяц. Так, Олька Володина деньги рекой, увеличить доходы, личное счастье, исцелиться дух, душ, душой, наверное, да, физически, да, три уровня, доход 10 раз увеличенный. Так, вот это уже что-то. Сейчас более начали писать реально. Вот, более реально стали написать, что реально вам нужно. Вот это уже более стало понятно во всяком случае для меня и для вашего бессознательного. Итак, дальше, не имею и не хочу иметь. Пожалуйста, вот ответьте на этот вопрос. Не имею и не хочу иметь. То, чем я к счастью, то, чем я к счастью не обладаю. Так, долгов, ага. Дальше пишем. Не имею и не хочу иметь. То, чем я к счастью не обладаю. К счастью. то, что у меня нет. Ага. То, чем я счастью не обладаю. Большой собаки нет. Ага. А почему Елена большой собаки так долгов? Что вот вы категорически в своей жизни не хотите иметь? Комнат воспитывения, в которой я живу. Ага. Да, Татьяна, я вас понимаю. Квартира не уберется. Ага. Так, еще что пишет? Вот я этого не имею и вообще не хочу иметь в своей жизни. Вот он у меня есть, но я категорически это хочу это иметь. Ага. Пишем. Ага. врагов. Так. Ага. Хорошо. Спасибо, Наталья. Так. Ну хорошо, давайте идем дальше. Итак, ответы на тест. Да, враги тоже очень согласны. Итак, не имею, не хочу иметь то, чем я, к счастью, обладаю. Вот то, что вы на сегодняшний момент имеете, это ваши ценности. Вот здесь я хочу небольшое, может, для вас открытие сделать. Вот те ценности, которые в вашей карте сознания, помните, мы говорили о карте вашей, сейчас я вернусь назад, вот карты вашей реальности, говорили, да, вот те ценности, которые в карте вашей реальности записаны, а у каждого они свои, они, как правило, и самореализуются. Ага. Неприятность. Хорошо. Так. Вот ценности вашей жизни, они реализуются, понимаете? Как правило. имею, но не хочу иметь, то, чем я к несчастью обладаю. Это ваши проблемы. Это проблема, иногда вот некоторые пишут, не хочу болеть, тяжелая болезнь. К примеру, были такие ответы, я не первый раз задаю этот тест. Вот. И где-то на пацанане записано, что да, возможно, у вас тяжелая болезнь, да, возможно, у вас в этой жизни что-то еще такое приключится. Вот. Это ваши опасные проблемы. Понимаете? Как правило, негатив, если вы не думаете о позитиве, всегда стоит, тогда начинает воплощаться в вашей жизни негатив. И так, как умные люди говорят, что если вы в своей жизни не ставите целей, если вы не мечтаете, не превращаете свои мечтания в желание, у вас, как правило, бессознательно. И бессознательно это действие. Примите, это действие. Ему нужно действовать, постоянно что-то делать, что-то реализовать. И если вы перед ним не ставите целей, то тогда обо, на подсознании у вас записано вот эти вот ваши проблемы, оно начинает притягивать проблемы. оно начинает реализовать, реализовывать ваши проблемы. Значит, нет целей, значит, у вас есть проблемы. Понимаете вы это или нет? Кто, ну, как бы частично может, или кто полностью со мной согласен, поставьте, пожалуйста, десяточки. Так. Вот если у вас нету целей в жизни, и цель, она должна быть правильно, поставлена очень-очень правильно, не для вас, а для вашего подсознания. Мы будем с вами учиться делать ваши, ставить правильно цели. Да, у меня там тренер специально для вас приготовлен. Вот. Будем учиться ставить цель на автоисполнение. Мы будем так убеждать ваше бессознательно в том, что это вам реально нужно, что она будет воплощаться действительно самостоятельно. Вы знаете, в моей жизни было много раз такое, вот когда в моей цели, когда я реально как-то попадала в точку, и они у меня воплощались в жизнь. Ну, там есть какие-то моменты, понимаете, есть 7 правил воплощения целей. Вот. Кроме этого, у нас есть там еще такая техника, она вот Сергея Викторовича Ковалева, он просил всегда упоминать его, значит, это психолог, ну, очень известный профессор, за рубежом, к сожалению, которого я учусь, называется Кубик, и тогда есть и такие техники, которые позволяют автоматически ваши цели реализовывать. Итак, ну, дальше наш тест. Не имею, но хочу иметь то, чем я к несчастью не обладаю. Ну, это ваше желание, вот, девочки хотят там дом, да, очень хорошее желание, определенную зарплату, определенный доход, да, вот, в основном я видела тут жилье и доход, как ни странно, да, вот, как бы, да, это ваше желание, и оно на сегодняшний день реально, оно говорит о ваших потребностях. Я согласна, вот, с девочками, кто тут написал, что кто-то живет под селением, сейчас я гляну, так, по-моему, Анжелика Ковалева, да, так что она живет на подселене, правильно поняла? Ага, так, ага, вот, так вот, ага, вот, так вот, девочки, я хочу сказать, что это нормально, вы знаете, когда я покупала свою первую квартиру Красноярская, Красноярская, очень дорогой город, богатый, дорогой, и когда я шла на степку, мне нужно было занять денег, а мне не было денег, вообще, честно говоря, никаких, вообще никаких, у меня было две комнаты на подселении, тогда я жила, и когда надо было заплатить в рек-палату тысячу рублей, я заняла, вот так вот, я покупала свою первую квартиру, мне занимало даже тысячу, потом мы пошли в банк, мы продали свои две комнаты, и я взяла тогда деньги, и веночки об этом не жалею, потому что потом начался процесс инфляции, я бы могу вам сказать, что надо не бояться деньги вкладывать в жилье, вот единственный кредит, который стоит брать, это под жилье, сейчас немножко такой спад на рынке, но на самом деле на тот момент мы брали, я брала в трехом хорошую квартиру всего лишь за миллион, сейчас она стоит 3 или 4 миллиона, а прошло 10 лет, можете себе представить, насколько вырос стоимость жилья, жилье, если оно в хорошем районе, хороший дом, будет всегда раститься, поэтому надо смотреть варианты, как брать ипотеку и покупать, ну как бы на сегодняшний момент я хочу вам сказать, что у меня это оправдало все время, вот только нужно попасть в тот момент, когда сейчас вот кризис квартиры дешевеет, покупать в тот момент, когда они дешевеют, эти квартиры, и потом возможно, даже у меня был такой момент, когда немножко даже инвестор побыла и заработала немножко даже на этом денег, вот если кому интересно, пожалуйста, я могу рассказать, итак, дальше, не имею, не хочу иметь, то, чем я к несчастью не обладаю, ваша потенциально опасная проблема, итак, последний вопрос, не имею, не хочу иметь, то, чем я к несчастью обладаю, ну, многие написали, да, что кредитов, пьяниц, жадных мужчин, неприятности, хорошо, это ваши потенциальные проблемы, так вот, я хотела вам сказать, что бессознательное всегда что-то реализовывает, ему вообще, честно говоря, все равно, или ваши потенциальные проблемы, о том, что вы подсознательно где-то боитесь, ну, передо мной выступал спикер, он рассказывал о страхах, да, как с ними бороться, вот, или бессознательно реализует ваше желание, вообще, на самом деле, нас в детстве не учили желать, не учили желать, наоборот, мы видели, что процент людей, которым отмечали день рождения, очень маленький, да, на самом деле, большинству, вот, как-то так сложилось, что не отмечали день рождения вообще, и говорили о том, что нет денег, для ребенка, понимаете, это очень важно, отмечать день рождения, очень важно, когда его покупают игрушки, понимаете, когда ребенок живет в изобилии, он думает о том, что я в порядке, мир в порядке, и он такую реальность собирает в дальнейшем своей жизни, вот, так вот, если у вас так не происходит в этой жизни, вот сейчас на самом деле, кто даже и вот с трудом мечтает, да, вот мне бы хватило бы на жизнь, а сколько тебе надо на жизнь, на 40 тысяч, ну, 40 тысяч не такие большие деньги, кто-то мечтает 200 тысяч, кто-то мечтает даже 500 тысяч, надо замахивать всегда, конечно, на больше, чтобы хотя бы, ну, посерединке получилось, вот, и тогда в вашей жизни начало что-то на самом деле реализовываться, значит, итак, цель нужно ставить правильно, цель должна быть четкая, цель должна быть приемлемая для вас, она для вас должна быть стоящая, она для вас должна быть ценной, вот, то, что я имею, хочу и весть, она должна быть в разряде ваших ценностей, если ваши ценности, вот, для меня было жилье, то есть, естественно, я, вот, выходила из тех ситуаций, когда у меня не было денег, и мы покупали жилье, мне нужно для семьи было жилье, ну, естественно, как для любой нормальной семьи, вот, для меня жилье было ценностью, для некоторых, кстати, не является жилье ценностью, у меня есть друзья, которые живут в наемном жилье, снимают его, ну, и, в принципе, достаточно спокойно в этом существует, зато они говорят, я поменяла работу, и, как бы, это самое, поменяла тут же жилье, переехала в другой район, вот они, в Петеле жилу, город очень большой, я поменяла работу, и сразу поменяла жилье, и об этом вообще не морочусь, для кого-то, может быть, это не является такой особой ценностью, ну, хотя, в большинстве случаев, для многих людей, жилье, это, конечно, самое ценное, это, как бы, инстинкт выживания, хороший, крепкий дом, я, конечно, понимаю вас, дорогие девочки, так, итак, вы с вами определили вашу проблему, да, каждый для себя ее увидел, вот, если он не начнет реализовывать свое желание, которое вы нарисовали, то тогда проблема для вас сама будет исполняться, дорогие друзья, вот, кто это понимает, еще раз, да, вот мне десятки написали, у кого на сегодняшний момент, давайте так, поставим вопрос, у кого на сегодняшний момент самореализовывается их проблема, а не желание, очень интересно, поставьте, пожалуйста, пятерочки, у кого же на сегодняшний момент самореализовываются их проблемы, у меня, так, ага, так, у кого еще проблемы реализовываются, ну, это все потому, что на самом деле это все происходит, потому что вы неправильно желаете, неправильно, так, ладно, ага, так, хорошо, хорошо, так, научите, хорошо, так я еще хочу с вами провести одну технику мы сейчас быстренько посмотрим что там у нас вообще с желаниями да и с проблемами и так положите пожалуйста вот таким образом и представьте на этой руке ваше желание то есть это не просто ваше желание вот здесь вы походитесь вы вот представьте себе себя и как будто бы у вас там резал реализовалось ваше желание ну к примеру вы хотите дом на берегу моря здесь кто-то писал описаться себе море дубу писаться себе деревья представьте себе себя вот вы такая маленькая что поместилась на ладошки на ваших так пожалуйста себя скажите мне пожалуйста как вы себя там чувствуете вот реализовалась ваше желание так представляем так желание нужно визуализировать иначе она не сбудется счастлива отлично так еще что вы чувствуете какая вы там какая вы там на ладошке на воду какая кайфовая отлично так еще какая беззвоботная для мельчайших подробностей представьте сколько этажей в вашем доме какие балкончики замечательные какие деревья растут какие-то рожечки там вот вот эти вот и себя спокойно уверенно это хорошо счастливая спокойная самодостаточная да на втором ладошке свое настоящее сейчас себя вот какая вы сейчас вот представьте что у вас там кто-то написал что дома все ругаются далее там допустим тут живет на съемном жилье напряге понимает это с эти идеи что-то еще вот это вот желание вот свое настоящее вот сюда представьте какая вы здесь когда у вас нету этой мечты еще вы не реализовали к есть есть лужанка вот что вы ощущаете какое у вас здесь настроение представляем да вот эту картинку посмотрите на себя со стороны за чуханка не вели на озабоченная тоска в ожидании чуда отлично и так у вас две ладошки на одной вот на этом ладошке у вас вы счастливая радостная веселая у вас тут забыло желание а здесь вы несчастная раздраженная озабоченная тоска левая да разведи развели развели ладошки а теперь потихонечку начинаем их совмещать так это одна из техник я показываю которую мы будем пользоваться на тренинге и вот так вот совместили вот сейчас опишите пожалуйста ваши ощущения в теле вот когда вы вот так таким образом сводите ладошки что вы чувствуете в теле у вас ладошки хорошо сходятся что вы чувствуете в теле напряжение пока их вот так поставьте вот с этой стороны у вас мечта а с этой стороны у вас мурашки побежали сложно сказать отлично спокойно вот кто чувствует спокойность и равновесие а под правой мышкой что-то ух ты так у меня хорошо так дрожь по телу уху вот теперь попробуйте все это совместить ваше настоящее и ваше будущее у кого совмещаете совмещайте совмещайте желательно чтобы вы сейчас не испытывали дискомфорт определенного если у кого-то есть уверенность спокойность спокойствие и равновесие совмещайте вот и вот что у вас получилось третье смотрите а у кого так у кого вот совместилось посмотрите что там в итоге получилось настоящее состояние и мечта хоть что-то третье понимаете третье это как бы одна из техник которые мы будем с вами использовать на тренинге так смотрим что там получилось у кого не совмещается и пока не делайте значит у вас в теле и в вашем сознании очень много программ и ложных убеждений которые не дают реализовываться вашим желаниям их надо просто вытащить из вас о, Анжелика написала то что я хочу отлично радость возбуждение детский восторг отлично зажгись ладони так верния пошла хорошо так хорошо у кого какие еще радость пошло тепло так что там у вас получилось на этой третье вибрация в окошке хорошо что там получилось у вас кто-нибудь ну посмотрите внимательно что третье получилось получилось то что ваша мечта или все таки она как-то как раз сформировалась в связи с вашей реальностью давайте посмотрим что там у вас получилось может какой-то знак не знаю может там безознательно вам какой-то знак оставила на вашей ладошке может еще что-то интересного вибрации вибрации ну что у кого что получилось осталось ваше мечтание измена или она каким-то образом поменялась смотрите внимательно на вашу ладошку так напишите мне пожалуйста у кого не получилось совместить и следить их что-то третье хотите смеяться брошу подробу хорошо так хорошо хорошо девочки напишите пожалуйста у кого не получилось у кого такое жуткое сопротивление что у вас не получилось слить настоящее будущее и почти дошла так так оля что помечтала отражение не было ровно хорошо а 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 ничего не чувствую на ладони гулять покалывают пальцы на левой руке значит настоящее осталось давно у вас очень большое сопротивление внутри понимаете а чем хорошим вот такие упражнения через тело дело в том что ну мозгом можем чего угодно там думать но тело понимаете и сознательно живет в теле а я об этом рассказывала на что он делится но это неважно оно живет в теле вот тело невозможно обдурить понимаете тело нас отключает в момент напряжения допустим когда мы там перенапрягаемся мы срочно заболеваем тело нас спасает когда вот я рассказала о том как я каталась на велосипеде и заехала в чужой там двор вот а тело само себя спасло мозг отключила и все я мы можем себе мечтать и мечтать и мечтать но если есть ложные убеждения которые к нам заложили наши родители с детства да если есть там не ваги не делай не желай не даже не мечтай тогда понятно почему у вас такое сопротивление в теле вот именно вот это мы будем у вас с вами убивать на тренинге которые хотела предложить вот а там ага там девочки бросьте пожалуйста ссылку ага вот у кого сейчас получилось давайте это делаем просто хочу чтобы у вас что-то там вы ушли отсюда не просто так а с каким-то результатами значит вот у кого получилось что-то третье на ладошке подвешивайте пожалуйста это важно ну подвем 15-20 градусов от потолка чтоб глазами божечка вот даже было неудобно смотреть и посмотрите пожалуйста на вашу цель на вашу мечту на ваше желание вот таким вот образом посмотрите как и вам там кайфово вот а мечта должна быть как на ладошке представляете что вы такая какая-то маленькая там вот в этом домике вот туда просто подвешивать и на нее смотрите это очень важно даже уже до сегодня ученые доказали что глаза это отростки мозга вот как-то так грубо написано рассказали но это отростки да и глаза каким-то образом влияет на мозг и мозг начинает реализовывать то что вам нужно а вот а у кого не получается и тот кто хочет докрутить потому что у меня там будет техника очень интересная спонсор когда мы будем приходить спонсору и доказывать внутри него что это нам нужно это ваше желание а еще будет техника интересная копинг такое техника ковалева тоже а я специально говорю фамилию профессора вот где мы будем доказывать всем друзьям и недорогам что это у вас обязательно сбудется потом мы будем сейчас секундочку а это у нас подключилась сейчас я посмотрю так это я его беру значит где мы будем доказать где мы будем во первых на первом занятии мы будем знаете почему не исполняется желание кстати у кого есть какие по этому поводу ну как бы свои мысли по поводу неисполнение конкретно вашего желания вот вы желаете оно у вас не исполняется мало веры энергии наталья десятку попали а нет уверенности страх отлично так хорошо значит первый день мы будем с вами аккумулировать энергию на наш на наше желание во первых что нужно правильно сформировать желание это желание должно быть четким ясным если это денежное оно должно быть четко выложено в цифре мы его продумаем хорошенько что вам нужно для этого желания и как его нужно сформулировать правильно дальше на следующий день мы будем с вами так страх ага хорошо на следующий день мы с вами что будем делать на следующий день ну следующий блок у нас будет мы будем с вами аккумулировать ту энергию которая у вас должна быть на осуществление вашего желания потому что действительно мало энергии я с вами согласна вот Наталья написала энергии мало на осуществление желания мы расхолаживаемся мы там сегодня на Майорку а завтра мы еще куда-то мы вообще расхолаживаемся очень часто и очень много сегодня мы хотим там поехать туда а завтра мы хотим сюда бессознательно устала от наших бесконечных желаний понимаете ну ты когда решишься своим желанием какое оно тебе нужно тогда мы с вами и на самом деле и решим тогда мы ты когда четко начнешь ты мне скажешь что тебе на самом деле нужно тогда мы и я вот бессознательная и говорит о том что мы и я и решу что вам нужно кстати я хочу вот тут вот загадываю вам еще одну картиночку как мы на самом деле загадываем желание есть такой анекдот очень интересный значит богатый новый русский просит у бога и говорит у меня есть желание он говорит какое ну у меня в принципе все есть есть деньги есть там дома есть машины есть яхты есть еще что-то вот ну хорошо что ты хочешь я хочу стать героем Советского Союза ага ну хорошо ты будешь героем Советского Союза значит он сразу попадает на войну у него одна граната и два танка да он станет героем Советского Союза но посмертно понимаете мы не четко загадываем свои желания то есть где когда в каких случаях где мы найдем на эту энергию где мы потом будем искать с вами возможности на следующем желании и еще есть одна такая красавица еще есть одна такая принцесса призывет ее мотивация зачем вам нужно это желание для чего это нужно то есть мы должны себя в своей бессознательности мотивировать так что она на самом деле захочет исполнять вот это желание которое вы хотите вот реализовать в вашей жизни но к этому еще есть анекдот по поводу того что мы неправильно загадываем желание анекдотов на самом деле очень много и они как бы четко об этом говорят значит поймал мужик золотую рыбку и говорит золотая рыбка что ты хочешь? говорит я хочу чтобы у меня все было говорит хорошо рыбка у тебя в уши все было понятно да то есть у него уже все было все прошло то есть все было это в прошедшем прошедшем времени в настоящем времени и получается что даже неправильное время поговорим я хочу чтобы у меня было это вот мы загадываем да у тебя было у тебя уже там было еще мы неправильно вот мы сейчас немножечко показала часть техник которую мы будем использовать диссоциация называется то есть мы желание от себя иногда мы очень сильно желаем но мы представляем себе неправильно мы представляем как будто бы я сижу здесь и как будто бы я нахожусь в этом на пляже я хочу отдохнуть как я купаюсь и сознательно и безсознательно вернее воспринимает это тоже как случившийся факт что это с вами уже происходит и совсем не надо это воплощать жизнь на самом деле а вот если мы это будем выносить представлять себе там как кайфово вот там вот мне вот там у меня кайфово тогда желать бессознательно напрямую уходите за штате вашего желания и вы будете его воплощать но для этого мало только вот так его нужно правильно порфологически составить правильно себя значит у нас еще будет такая интересная техника которая называет готовность на исполнение это специальная техника когда мы ваша бессознательная будем залежать на автопилот и мы будем готовы исполнять это желание и в дальнейшем у нас будет еще одна техника которая называется так и называется автопилот тоже очень интересная техника то есть я вам привожу только техники никакой воды только техники которые позволят вам реализовать ваше желание на самом деле значит сейчас сейчас я открою экран так сейчас минутку не позволяет мне сегодня экран показать но проходите пожалуйста по ссылке там сегодня у меня там совсем недорогие цены можете пройти можете пройти даже я сегодня первым трем даю кто сегодня запишется ко мне на курс им будет бесплатно я решила что нужно обязательно консультация бесплатная будет где мы с вами реальные причины почему у вас не происходит ваше не исполняется ваше желание 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 только денежные желание только материальному будем исполнять желание о квартирах я вам скажу как это вообще все делается ну и мы с вами пропишем первые шаги для того чтобы вам привлечь очередной денежный поток вашу жизнь и для того чтобы привлечь ну вот какие-то возможности возможности поверьте не всегда у вас есть в вашей жизни для того чтобы реализовать ваши желания а вот ну какие есть вопросы на сегодняшний вот на сейчас есть какие-то вопросы по желанию и вообще напишите мне пожалуйста вот мы с вами проделали определенные манипуляции может уже сегодня начнет допускаться у некоторых ваше желание это как бы часть тех техник которые я буду использовать на тренинге что у вас получилось все-таки на ладошке напишите мне пожалуйста третье что третье получилось на ладошке у кого нибудь что нибудь получилось у кого получить у кого появилась уверенность что ваше желание сбудется внутреннее состояние у кого нибудь изменилось девочки дорогие кто делал у меня появилась уверенность хорошо анжелика записывайтесь ко мне на тренинг мы будем дальше с вами продолжать реализовать ваше желание я подскажу что вам конкретно нужно будет делать это поняла у вас там проблема жильем мы пропишем ваше во первых мы уберем сопротивление которое внутри есть еще осталось во вторых правильно загадаем желание нужно подобрать соответственно слова правильно чтобы до бессознательного дойти я вначале рассказывала о том что у нас есть как правильно сформулировать желание правильно сформулировать нужно обязательно желание а значит часть у меня конечно секрет остался но а часть я вам могу сказать что обязательно должно быть четким то есть если это что касается жилья то я хочу вот там столько-то площадь на таком-то этаже в таком-то квартале вот это желание значит прописать знаете надо входить с таким ощущением что вы там не живете честно а вот я вот да я вот себя погружала когда покупала жилье я себя погружала немножко было такое ощущение я конечно не представляла себя там но я представляла что я там диссоциирована я там не вот не здесь а там живу как я там как так что так что вот такие вот я предлагаю вам тренинги там еще будет у нас мотивация и мы вот во время мотивации поставим на автопилот я знаете почему этому уделяю большого внимания я больше чем уверена что автопилот что вообще все желание и наша цель должна самореализовываться не должно быть надрыва не должно быть тяжести не должно быть какого-то вы понимаете преодоления чересчур конечно мы идем немножечко то есть вы должны войти в поток найти его для себя войти в поток и в этом потоке у вас должны реализовываться ваши желания а потом мы будем учиться входить в нашем тренинге по поводу денег и дохода да я хочу иметь такой-то доход вы должны убедить бессознательно что реально вам это нужен этот доход на что на питание расложить на одежду на квартиру на то на сё но кроме того как его правильно нужно сформулировать надо еще и правильно его запустить есть еще такие техники которые я говорила вам копинг есть техника автопилот специальные техники которые мы будем именно применять уже на тренинге деньги значит я значит я хочу иметь вот такой-то доход представлять эти деньги представлять себя диссоциировано что вы получаете эти деньги и еще представлять себя откуда вы получаете деньги может быть самый лучший вариант если вы эти деньги будете получать не только от собственных доходов но и от доходов вашего мужчины скажем так вот ладно так что приходите вы с вами будем дальше заниматься с вашими тренингами то есть вашими доходами будем их рассматривать и кстати будем рассматривать как получить реально доход рассмотрим возможности получения ваших доходов а вы знаете что я хочу сказать что у каждого человека есть внутренний потенциал который мы так и не задействуем для получения вашего дохода и еще когда мы будем заниматься в тренинге все вместе в потоке легче всего происходит желание вот именно когда собирается много людей в этом вот в этом потоке очень много происходит самопроизвольно само самоисполняется все ваши желания поэтому я вас всех приглашаю себе на тренинг жду вас и я думаю что у нас все получится до свидания было рада с вами вообще пообщаться витта большое спасибо вам за выступление давайте поблагодарим ее восклицательными знаками поставим столько сколько насколько нам понравилось ее выступление и обратите пожалуйста внимание на тот тренинг который она предлагает это он называется деньги в кармане что вы получите от этого тренинга здесь возможно очень сильные сменения это очень легкое расставание с денежными препятствиями убеждениями страхами блоками у вас появятся деньги на исполнение желания на новую квартиру на шикарную машину на отдых в любой стране на погашение денежных долгов и кредитов в результате у вас будет спокойная и радостная жизнь полная достатка и благополучие и вот кому этот нужен тренинг если у вас большие проблемы с деньгами у вас состояние бедности если ваша мечта никак не реализуется и у вас не хватает денег на ее желание если замучили долги и хочется погасить вы скоро попадете в банкрот вот для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить вот эту форму которая есть в банкроте в банкроте стоит 4700 рублей это 4 дня будет в самостоятельной работе а также участие в скайп-чате в котором вы можете задать вопрос также есть вариант стандарт он стоит 8700 рублей это 4 дня теория в сопровождении в закрытой группе плюс домашние задания плюс курс как преодолеть лень не получить желаемые ну и также участие в скайп-чате а еще есть вариант премиум он стоит 15700 рублей это как и в первых двух но еще плюс две консультации по деньгам у вас будет кроме всего прочего я думаю что это стоит того а дело в том что Виктор она сама делает свою жизнь хотя она по первому образованию бухгалтер и работает в основном как бухгалтер но с другой стороны ее доходы к тому же вероятность исполнения желания ее достаточно большая а обучать может только тот человек который прошел все это сам поэтому я хочу еще раз поблагодарить Виту за выступление и если есть какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу ну что ж хорошо завтра будут выложены все записи участие записи всех наших участников и там же будут их предложения поэтому тех кого это что-то заинтересовало посмотрите вы можете прослушать записи еще раз и прослушать их принять правильное решение я хочу поблагодарить вас за то что вы были с нами за то что вы были активны и пригласить вас на наше завтрашнее мероприятие это будет суббота и вот завтра в 19.30 с нами мастер световой косметики ирина волкова ее зовут она вам расскажет про тайное омоложение или возвращение молодости в новых энергиях световая косметика достаточно не так давно входит в нашу жизнь и таких мастеров как ирина у нас достаточно мало поэтому приходите завтра и послушайте как можно легко без всяких операций без всего возвратить себе молодость а также завтра выступает Сергей Калашин я с ним долго говорила и вот он рассказал мне эту тему которую он хочет представить нам дело в том ну что у нас у всех не хватает энергии энергии не то что на исполнении желаний а просто даже на жизнь и вот где взять эту энергию а энергия содержится в стихиях которые окружают нас энергии стихий как источник сил для нашей жизни об этом расскажет нам завтра Сергей Калашин и вот вы получите наполненные гармоничные состояния и сможете управлять своим внутренним состоянием получите знания и технику как очиститься и защититься от внешнего негатива он будет поступать завтра в 21.30 поэтому надеюсь что вы завтра тоже будете с нами приходите будем вас ждать если есть какие то вопросы я с удовольствием отвечу на них записи вы сможете завтра получить в районе 11 часов утра я хочу вас очень благодарить за то что вы были с нами сегодня день как я уже сказала как я посмотрела показывает ключ хирона как бы перевернутый ключ хирона это отрицательный он показывает на юпид на меркурий а меркурий это как раз бог общения бог коммуникации и в то же время бог техники очевидно это его шутки такие проделки что у нас такие сегодня произошли технические неполадки но завтра я думаю что день налазится и завтра будет все просто прекрасно поэтому приходите послушать мастера световой косметики и повысить свою энергию за счет энергии стихий благодарим вас за то что вы были с нами всего доброго до сих пор 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 вы тут человек Craig Продолжение следует...